На этой неделе свой профессиональный праздник отметили водолазы. Профессия берет свое начало с 1882 года, когда в Российской империи по указу Александра III была создана водолазная школа. Богатую историю и большие традиции имеет водолазная служба и в Тверской области. Находясь в системе МЧС России, она является мощным подразделением по спасению и оказанию помощи на воде. Эти люди одни из тех, кто по роду профессии вынуждены едва ли не каждый день рисковать своей жизнью. Профессия водолаза по праву считается одной из самых опасных. С этим согласен и начальник водолазного отряда главного управления МЧС России по Тверской области Виталий Сапко. Вот уже четыре года он возглавляет свой отряд. Работа, признают специалист, необычайно интересная, но заниматься ею сможет, конечно, не каждый. Сталкиваться приходится со многим, в том числе и со смертью, ведь одна из задач водолазной службы — поиск погибших людей. Заметно осложняют работу специалистам природные условия Верхней Волжья. В связи с тем, что наши воды, озера не такие глубокие, максимальная глубина 15-20 метров, но именно отсутствие видимости на реке или на озере, конечно, вот это составляет большую проблему. Работать, рассказывает Виталий Сапко, зачастую приходится буквально вслепую. Плюс ко всему, вязкие иловые отложения на дне, ледяная вода и сильное течение. Выдержать подобные условия может только человек с отменной физической подготовкой и стальными нервами, рассуждает Виталий Сапко. Именно эти качества, вспоминает специалист, помогли ему при работе в Весегонском районе, при подъеме минного тральчика семь лет назад. Работа продолжалась все лето и запомнилась тверским водолазам надолго. На глубине порядка 15 метров, там, по-моему, затонул 80-е годы, когда этот корабль, конечно, 350 тонн сплыл, приятные были ощущения. Ну и работы, конечно, было очень много. И подобных историй в запасе у Виталия Сапко предостаточно. Возможно, в будущем, шучат спасатели, они будут собраны в одной книге воспоминаний.